РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Всем здравствуйте! В эфире Авторадио программа «Мама знает всё» и её ведущие Татьяна Гордеева и Катрина Гассина. Добрый день! Проект представляет Российский Футбольный Союз при поддержке Газпромбанка. Сегодня мы вновь получаем допуск к одной из семей, в которой появился и вырос, и сформировался человек очень уважаемый как среди болельщиков отечественного футбола, так и среди самих спортсменов. Речь пойдёт о Дмитрие Хлистове, одном из самых титулованных футболистов нашей страны. Он семикратный чемпион России в составе «Спартака», трёхкратный обладатель Кубка страны и бывший защитник национальной сборной. Ну, в общем, личность по сути легендарная. Особенно для фанатов красно-белых, при этом добавка экс-бывшей, с ним не очень вяжется, потому как Дмитрий до сих пор играет, правда, теперь уже в почётном статусе ветерана «Спартака». А в студии у нас мама Дмитрия Галина Алексеевна Хлистова. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Галина Алексеевна, вы любите разговаривать про сына? Не очень. А часто приходилось давать интервью? Первый раз. То есть у нас эксклюзив полный. Очень здорово. Полный. Мы, кстати, пусть с запозданием, но поздравляем от всей души, конечно же, Дмитрия Хлистова с его прошедшим уже юбилеем. Удалось отметить такую важную дату или пандемия помешала? Помешала пандемия, да. А знаете, вот сейчас современные родители, они аниматоров заказывают, банкетный зал арендовывают. А как раньше было? Вот как вы раньше праздновали день рождения маленького Димы? У маленького Димы вообще был весёлый день рождения. Он приглашал с кем учился в школе, ну вот до 10 лет, там до 12. У нас от бабушки всегда был гусь, начинённый яблоками. Мы пекли какие-то пироги, и мальчишки, девчонки собирались все, и родственники. Но в любом случае по-домашнему это всё? По-домашнему никаких нет. Ни артистов, ни аниматоров? Нет, 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 всё было по-домашнему. Тогда и слов таких не было. Аниматоры. Галина Алексеевна, ну вот сегодня в нашей программе в честь вас, в честь вашего сына, появится как минимум один артист, причём артист большой. Советский российский певец, композитор, поэт, народный артист Российской Федерации Александр Градский. Сам он приехать не смог, но записал специально для вас звуковое письмо. Уважаемая Галина Алексеевна, я знаю, что вы хорошо относитесь к тому, чем я занимаюсь. Это всегда приятно, и мне было сказано, что ваш сын Дмитрий тоже разделяет ваши хорошие отношения к моей музыке. А мне в свою очередь очень приятно сказать вам о том, что я был и остаюсь давнишним поклонником команды «Спартак» и многих игроков, которые играли за эту команду. Вот Дмитрий, из всех моих знакомых, нет ни одного человека, который бы о нём сказал что-нибудь сомнительное. Все говорят о его самоотдаче, о его мастерстве, о его умении работать на команду, о его великолепном отношении к спорту и так называемому «ромбику». А для нас, для болельщиков «Спартака» это самое главное. Это ведь очень видно, насколько человек тонко чувствует игру, насколько он отдаёт себя самого, своё собственное умение, своё творчество на футбольном поле, благо родной команды. Я горячо поздравляю с таким сыном, потому что никогда дети не вырастают хорошими футболистами и музыкантами, если в семье неполадки. В вашей семье, надеюсь, всё очень хорошо, и я вам желаю самого лучшего, и здоровья, и главное, удачи в жизни, удачи. Это на первом месте. И Дмитрию, естественно, тоже. Спасибо большое. Народный артист России Александр Градский. Обожаю. Градский буквально в двух словах сформулировал основную мысль нашей программы о том, что настоящие спортсмены, чемпионы появляются в тех семьях, где есть атмосфера, и где родители, ну, в любом случае, участвуют в жизни своих детей, интересуются и переживают за них абсолютно по-настоящему. Хотя, вот, Галина Алексеевна, я очень сильно сомневаюсь, что вы прямо с самого детства Димы были настроены на его футбольную карьеру. Да вообще такого слова у нас не было. Нам надо было расти. Я, во-первых, наверное, достаточно молодая была мама. Ну, не было нравоучений каких-то. Мы жили, покушали, заботы в деревне, вода, кларадский жук. Понятно, понятно. Сейчас мы об этом поподробнее поговорим. Вот, понимаете, вот жили такой жизнью. А подождите, тогда давайте мы поясним, чтобы нашим слушателям всем тоже было ясно. То есть, в принципе, вы все москвичи. Но вот колорадский жук, рыбалка и так далее и тому подобное, я так понимаю, что у вас еще все время деревня была под боком. Вы знаете, вообще-то мы деревенские. Так. Из одной деревни с мужем. Так. Муж тракторист был. Ну, а я после восьмого класса заканчивала в Туле ПТУ строительное, после чего получила распределение в Москву. Так. Муж после армии пришел и устроился на завод АЗЛК. Так у нас создалась семья и родился сын. Уже здесь. Сын, да, в Москве. А мы тульские. И поэтому быт у маленького Димы, он больше был деревенский, скорее. Димы, деревенский. Так, давайте расскажем, что он делал. Детей было много в семье. Значит, утро наступает, покушали, покормили эти пироги. И надо натаскать воды для полива, из родника для того, чтобы пить. Дальше, смотря по обстановке, бегали играть. Потом где-то надо лопухов набрать, чтобы закрыть растущиеся огурчики. У кур, чтобы была вода, у кроликов трава. Быт деревенский. Так он рос. Плюс еще грибы, ягоды, рыба. Здесь с отцом, да, я, конечно, не ходила ни на рыбалку, ни за грибами. Это уже папа. Папа ему много также дал, вот деревенского научил, как в лес ходить, как разбираться там. Это все папа. Алексей Дмитриевич, да? Да, Алексей Дмитриевич. Хорошо. А правда, что у Димы были вот такие экзотические немножко для мальчишки увлечения? Он вышивал, вязал. Ой, ну куда ему было деваться, если мама вечерами, когда зимой мы реже ездили, да, вышивала. И он смотрел на вас и брал пример. Дмитриевич тоже всегда все сами вязали. Он также пробовал вязать спицами, проколол как-то пальцы, и очень ему не понравилось. Но когда купили вязальную вот такую машинку, то он сам себе связал шарф. А, молодец какой. У него же и супруга Юлия, да, тоже очень творческая, и рисует, и скульптур. Юля вообще творческий человек, и сейчас у них замечательный тандем. Они оба занимаются вместе керамикой, фарфор, делают скульптуры. Шедевры у них. У Юлии сейчас, ну, у них четыре экземпляра отправились в Мадрид на выставку. Я смотрела одно видео, там как раз Дмитрий показывал, демонстрировал очередную, там, смотрю, сначала такая элегантная кружка, красивая. Вертил-вертил, его руках поворачивает, а там все равно Спартак. И мы, и мы спартаками сделали как. Так у меня в деревне, значит, сделал чайничек, кормушка, внизу кружка с логотипом Спартака. Спартак в сердце, Спартак на кружках, Спартак на фарфоре, понятно, без этого никак. Где вот это все вот так, да, все в фарфоре. Нет, у них тандем замечательный. Давайте мы сейчас, знаете, все-таки вернемся опять в детство и попробуем разобраться, как в Диме Хлистове уживались хозяйственный мужичок, художник-самоучка и уже будущий страстный футболист. Думаю, нам поможет в этом школьный друг Павел Шлатовский. Здравствуйте. Павел, здравствуй. Здравствуйте, тетя Галя. Здравствуй. Много-много лет не общались, да, не видели. Со свадьбы Димы, да, вот столько много лет. Да, да, да. Ну, теперь все занятые люди, теперь только в эфире можете встречаться, понимаете? Ну, уже хорошо. Павел, со скольки лет вы дружите с Димой? Я вообще о Диме первый раз услышал, когда я был, мне было 9 лет, и вот подходят ребята к нам в школе и говорят, вот сейчас у нас матч против другого класса будет. Вот. И вот мы там собрались, такие все серьезно настроились, в общем. У нас такая площадка была, там сетка называлась. И вот мы вышли на эту сетку, против нас как раз вышла вот эта команда из другого класса. У нас была Б, а у них Г была группа. И началась такая заруба. И помню, парень нам один так наколотил голов, я не помню сколько, мы просто все были в шоке вообще. Потом я говорю, кто это? Это вот оказался как раз Дима Холестов. Вот первый раз я тогда увидел вот на этой как раз сетке, лет 9 там было, наверное. И, наверное, не очень полюбили его сначала-то, да? Нет, наоборот, мы были поражены, что так можно играть в футбол, потому что он что-нибудь удар, то укол, что его там обладил. Он просто настолько был, он как будто с другой планеты, знаете, человек с другой планеты был. То есть мы были поражены, я помню, вот это впечатление, что неужели так можно вообще как бы играть. Мы даже, ну мы вообще так играть не будем, мы там еле-еле ходить-то на очередь. А Дима уже там не только ходил, он уже играл, тогда уже на уровне среди нас играл просто. Видимо, вы хотели тоже научиться, да, играть, подружились с ним, чтобы он научился. Да, а потом, знаете, потом такой момент был, у нас, значит, была команда, собрали нас чуть позже, года два, собрали команду, и мы начали играть на призы кожаный мяч такой был в турнире. Да-да-да. Вот, и в общем, я узнаю, что за нас играет Дима Холестов, и мы такие, вау, за нас Холестов играет. Мы такие сразу окрыленные, потому что мы играли, ну, мы понимали, что слабенькие, боялись играть. Вот, и мы выходим на большое поле, этот, локомотива Люблинского, вот, а сидел, а до этого вот мы с ним в раздевалке, и Дима пришел, он уже тогда в смене занимался, и мы Диму видим все такие, и Дима такой бутсы достает, мы такие, вау, бутсы, смотрите, бутсы. А у нас только у всех кеды два мяча были тогда. Вот, и в общем, и Дима такой застеснялся, говорит, кому бутсы отдать? И мой друг Андрей Плетнев, он говорит, мне, даем бутсы, я так ему завидовал, он одевает бутсы. А Дима одевает кеды обычные, вот, и выходит на поле. И мы там тоже выиграли, Дима там наколотил штук пять, по-моему, голов, вот, и мы что-то там пять нолили, шесть нолили выиграли, в общем, с крупным счетом. Вот, но вот это то, что он, короче, дал бутсы побежать другу, это вот прям вот на всю жизнь осталось впечатление такое сильное. Уникальный человек, Павел рассказывает, как будто это вчера было все, вот, ощущения, и по эмоциям, по накалу, как будто вчера только получили бутсы от Клистова, и вчера только выходили на поле играть. Да, вы знаете, мы много вспоминаем, потому что мы очень так дружили, и сейчас уже нам 50 лет уже, по 57, вот, и мы сейчас часто как бы вспоминаем вот эти годы, потому что они были замечательные. Вот, вы знаете, я тоже могу поделиться мыслью, если интересно, по поводу Димы. Вот мы тоже думали, вот Дима Хлистов, он, знаете, так никогда особо-то, я вам скажу, не стремился стать футболистом, там, знаете, вот там великим, там, каким-то, знаете, а вот был момент... Галина Алексеевна кивает, да-да-да, не стремился, не стремился. Он вообще, он спокойно вообще, он вообще так не, он спокойно не парился, ничего никак не загадывал, и вот я помню момент такой, в училище мы учились, в ПТУ 148 мы с ним учились вместе, и я к нему подхожу, говорю, Дима, ну вот если у тебя не получится с футболом, ну что ты можешь делать? Он так задумался и говорит, да я пойду в деревню на тракторе работать. Павел Шалатовский, школьный друг и друг по жизни, Дмитрий Хлистов был у нас в эфире, огромное спасибо. Спасибо вам, тетя Галя, большой привет. До свидания, Павел, до свидания. До свидания, всех благ. Галина Алексеевна, вот если брать, опять же, уличный футбол, надо было понимать, что тогда мячей не было, полей нормальных не было, на асфальте играли, да? Нет, вот эта вот клетка, вот он рассказывал, да, вот там песок, не песок, а зимой каток был, заливали на коньках. А у нас комната угловая, поэтому из одного, из второго окна я все могла наблюдать, где он. А мячи были какие-то резиновые такие, тяжелые, кто-то приносил, так они играли. А каким же вот сильным им должно было быть желание, чтобы вы взяли и подарили ему мяч? Не знаю. Наверное, сложно было бы этот мячик добыть. Ну, 16 лет, ну, так хотелось что-то парню подарить, причем уже он школу закончил, ПТУ учился, в ПТУ у него тоже футбол шел хорошо, и за сборную ПТУ выступал. Ну и подарил, да. Стояла очередь, как на иголках, кричали, чтобы по одному мячу выдавали. Где очередь была эта? Знаете, то ли баррикадное метро, там большой-большой магазин спортивный был. Вот я там стояла за мячом. То есть просто так его купить тоже было? Нет, невозможно. Вот настоящий кожаный мяч нет. Дорогой? И хотя нет, недорогой, но вот выстоять очередь, наверное, нужно было. Ну, и не дешевая, я хочу сказать. Ну, парень-то хороший у меня. Ну, и потом же, 16 лет вроде уже как определить. 16 лет, вы знаете, я его разбудила, поздравляю его с днем рождения, мяч даю. Он обнимает мяч, как вот куклу девочки, да, и потом и меня обнял за шею, и с мячом перевернулся на бок и уснул. Конечно, он был счастлив. Слушайте, а расскажите, Галина Алексеевна, эту историю, где-то опять-таки в деревне он постоянно пробивал мячом, не то по сараю, не то... Это, знаете, погреб стоит он до сих пор. Каникулы когда были, по этим воротам бил и бил. И старался, конечно, попасть именно в погреб. Если мимо, то мяч убегал вниз, там, под бугор. И вот это надо еще сбегать, его опять взять и опять бить. Бабушка ему говорит, Дима, уже голова болит от этого стука. А он ей отвечает, вот как вот он смог так ответить, не задумываясь. Бабуль, ты еще меня по телевизору увидишь. И бабуля увидела. Мне вот этот момент все равно очень нравится. То, что обещал бабушке, да? Да, и стоящий. У телевизора показывали, да, действительно сделали. Показывали и показывали. А сегодня о нем наша программа на радио. Впереди еще очень много интересного. Но сейчас ненадолго прервемся. Как воспитать чемпиона? Мама знает все. И расскажет на Авторадио. Российский футбольный союз при поддержке Газпромбанка представляет программу «Мама знает все». Здесь семейные истории, трогательные воспоминания и откровения самого важного человека, откровения мамы. Только здесь можно узнать о том, что сильный, мужественный футболист, например, может иметь такие увлечения, как вышивание, может заниматься гончарным мастерством. Скромный герой золотого Спартака 90-х Дмитрий Хлистов. Говорим о нем, а в студии у нас мама Галина Алексеевна. Галина Алексеевна, давайте уже попробуем так вот последовательно пойти по этапам футбольной биографии Димы. Итак, папа привел еще первоклассника Диму. Сначала все-таки на футбольную секцию завода АЗЛК, я так понимаю, да? Да, да, да. Потом он уже попал в футбольную школу смены. Пришел со смены тренер наблюдать. Ну и положил так глаз на Хлистово. Потом он к нему ходил, занимался туда в эту... Я даже, наверное, и не ходила тогда. Ну пошел и пошел, иди. Там через дорогу немножко. Лишь бы только не без дела. Это все-таки дело было. А уже когда закончился второй класс, собрание было вот в этой смене. И предложил Сергей Михайлович перейти в спортивную школу. Он в простую ходил, а это спортивная. Там уже расписание тренировок, расписание уроков. Ну и все так он в смене и остался. Хотя приглашали и другие клубы попозже, когда они там... Заметили на соревнованиях. Да, на заметных соревнованиях были. Ну вот он остался верен. Только смене. И тренеру своему, Сергею Михайловичу. А на учебу как сказывалось занятие? На учебу очень плохо, но это сказывалось. И во втором классе почему-то сразу у него с учебой. Почему мы после восьмого класса ушли? Там и учителя как-то приняли решение, что в девятый он не должен идти. Не шла учеба. А я по-своему этот вопрос решила, что он ходил со школы с опущенной вниз головой. Но это не делая, чтобы так рос ребенок. Так решили, что не пойдем в девятый класс, пойдем в ПТУ свою династию открывать. Мы знаем, что у вас сложились очень теплые отношения с первым тренером Дмитрия, да? Уже упомянутым, да, Сергеем Михайловичем. И мы не могли, конечно же, его не позвать к нам в программу. Он у нас на связи. Сергей Михайлович Чекаев. Здравствуйте. Галина Алексеевна, прекраснейший человек, порядочнейший человек, да. На таких людях земля русская держится. Что мама, что папа. Михайлович, добрый день. Добрый день. Добрый день, Галина. Все, хватит. Нет, нет, нет. Так, Галина Алексеевна, не надо вот это. Ваша эта хлистовская скромность. Вы от микрофона не уходите, но пусть Сергей Михайлович выскажет. Если у человека идет такая прекрасная волна. Вы сказываетесь, Сергей Михайлович. Я говорю, говорю то, что думаю, говорю то, что думаю, да. Я собирал команду 71-го года рождения. Это было начало 80-го года. В школе 475-й был организован турнир с целью отбора молодых способных, скажем так, ребятишек, мальчишек. Ну вот он мне приглянулся своей смелостью, бесстрашностью, характером. Насколько это возможно для 8-летнего мальчишки. Вот, в принципе, и все. А как быстро стал выделяться на фоне остальных ребят, вот когда вы его уже взяли? Ну, в 8 лет говорить о том, что он игрок Спартака в перспективе, конечно, это было невозможно. В 8 лет ничего там не понятно. Но характер был уже тогда, быстрый, неуступчивый. Он мне приглянулся, я его взял в команду. Вот все. Сергей Михайлович, а вот как, Дима, переживал победы и поражения, будучи мальчишкой? Не любил проигрывать. Сильно переживал, да. И, ну, характер такой с детства был заложен в бойцовке, видимо. Сергей Михайлович, смотрите, ваша смена к середине 80-х уже имела такой серьезный авторитет среди московских команд. Безусловно, это ваша заслуга и тех пацанов, и их родителей все вместе. Когда к вам стали подходить со стороны и интересоваться Димой, просто спрашивать или хвалить его, то есть какие-то, ну, возможно, уже отдельные знаки внимания ему оказывать, а может быть, и даже переманивать? Было такое, а об этом лучше родители скажут. Приходили не ко мне, а к родителям. К тренеру кто придет? Сергей Михайлович. Все это делается за спиной. Все это делается за спиной тренера, да. Как вы сказали, переманивать, да, переманивать. Михайлович, вот откуда у Димы скромность, это вот от тебя. А Наполье он другой человек. Скажите, пожалуйста, а потом уже по ходу футбольной карьеры вы же с родителями, во-первых, постоянно контактируете, дружите, я бы даже, наверное, назвала это этим словом, да? Ну, когда Дима играл в «Спартаке» и в сборной страны при всех тренерах, я не буду перечислять, начиная от Садырина и заканчивая Романцевым, да, родители никогда не забывали, звонили, как-то были на связи всегда. Ну, порядочные люди, что говорить. Сергей Михайлович, а правда, что вы были практически на всех церемониях вручения «Спартаку» золотых медалей? Практически на всех и был, конечно, это Дима, заслуга его и опять родители. Они никогда меня не забывали и всегда приглашали меня. И не забудем никогда. Да ну что вы, Галя, 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 живите долго, дай Бог вам здоровья. Ну что вы? Спасибо огромное. Сергей Михайлович Чекаев у нас был в программе, тренер Дмитрия Хлестова первый, а также еще и друг по жизни. Спасибо, всего вам доброго. Галина Алексеевна, вот такой вопрос. Сергей Михайлович, помогал вам воспитывать сына, мужчину? Или он нес ответственность за него все-таки, ну, чисто как тренер? Сергей Михайлович все в них вкладывал. Второй отец был. А у вас хватало времени на разговоры с Димой, на то, чтобы понимать, что происходит в душе его подростка, о чем он думает, о чем мечтает? Когда получалось, когда не получалось. Идем там дорогой, поговорим о чем-то-то девочке. А в первом классе он собрался жениться и говорит, у нас будут гости в субботу. Хорошо. А кто невеста? А Катька? А вы знаете, там садик еще вот этот Азилковский и школа. Они прямо с садика этой же группы пошли в школу. И вот с Катькой подошла суббота, говорю, ну что будем, гостей-то ждать? А свадьбе будет, нет? Гостей-то ждем. А он говорит, нет, я не буду жениться на ней. Почему? Она кусается. Так закончилась его вот эта вот вообще с девочками вся любовь. И больше никогда. И вообще ни с кем он не дружил. И мне даже какие-то мысли были. Как же Паша даже говорила. Паша, ты хоть возьми его в свою компанию, там с девочками познакомь. А он не идет, никуда не ходил с ними, да. Насколько обеспеченной была семья будущего семикратного чемпиона страны по футболу? Где вы жили? Мы жили три года в общежитии сначала, в Люблено. И стулы по распределению, и в общежитиях мы жили. В общежитиях, если замуж выходили, то давали комнату семейным. В этом же здании только там, да. И прожили мы там три года. Потом папа получил комнату в текстильщиках, вот где прожили мы 15 лет в коммунальной квартире. И квартиру получили, день было 18 лет. Мы вместо новоселья отмечали 18-летие. Помните, какая реакция была вообще на то, что вы... Конечно, зашли посмотреть, а он говорит, что здесь мы одни будем жить? В этих хоромах, да? Ну, в общем-то, да, что никого больше не будет. А вы двушку получили? Двушечку, она была в маленькие комнатки. И к нему, когда пришли ребята, вот он уже Спартак, сколько-то человек пришло. Посмотрели, я их еще тогда мороженым, чаем угостила. А через какое-то время Диме Спартак выделил однокомнатную квартиру. Ни женатому, никому. Потому что очень маленькая квартира. Получается, у вас практически в один период времени случилось два очень серьезных, важных события. Появилась отдельная квартира, и Дима взяли в Спартак. Через какое-то время, да, но Спартак, он уже был. Вот он в Дом Спартаке. Ну, плюс-минус 18 лет, если получается. А, ну он уже был, да. А зачем было решающее слово, когда его взяли? Кто вот из тогдашних спартаковцев приметил Листова? Вот мама знает все. Вот не знаю, он не расскажет этого. Честное слово. Николай Петрович тоже принял участие, что этого мальчика надо. Да, старостен. Ну, изначально просто Сергей Михайлович Каев, когда же он понял, что мальчик растет, и уже смены ему маловато. Ну, закончилась вот эта школа. Нет, они закончили, там закончили 10 класс. А здесь два года ПТУ закончилось, да, вот это все закончилось. И надо куда-то было. В Динамо его не приняли, отвели его в Спартак. Это вот сами тренеры там пришли. Так он в Спартаке его, да, посмотрели, приняли в дубль. А домой он пришел с сумкой спартаковской, костюмы, бутсы, футболки. Я стояла и никак не мог понять, это откуда, какой магазин ограбили. Вот так вот у меня реакция была. Я сразу звоню Сергею Михайловичу, Сергей Михайлович. Так и так. Дима принес то-то, то-то, тот и сказал, что это им выдали вот в Спартаке. Он говорит, все правильно, так это, говорит, и должно быть. Когда Хлестов пришел, соответственно, в Спартак, так вот тогда тренировочным процессом руководила легендарнейший Николай Петрович Старостин. Ему было 87 лет. И Диме посчастливилось работать с ним. Насколько, я не знаю, вот вы посвящены, не посвящены в эту историю. Сам Дмитрий рассказывает, что он к Старостину относился чуть ли не как к родному дедушке. Мне он однажды сказал, мы встречали Диму, откуда они прилетели, не помню. И он подошел к нам и говорит, какие же молодые у Димы родители. Старостин? Да. То есть вы общались с ним, да? Да, да. И сказал, что если у Димы с головкой будет все нормально, ножками он добьется многого. Это вот слова были Старостин. Ну, конечно, мне было это приятно слышать, так же, как и Алексею Дмитриевичу, отцу его. Кстати, вот по поводу веса. Каждый достаточно серьезный футболист, успешной команды должен четко это все контролировать, да? Говорят, что у Романцева даже были штрафы. 100 лишних граммов, 100 долларов. Да. Часто Дима платил 100 долларов? Значит, со школы еще, со школы вернемся, да? Собрание каждый год было, и Сергей Михайлович всегда подчеркивал. Тренер. Да, тренер. Что Хлестов никогда не набирал лишнего веса. Один Хлестов. Сейчас он тоже в хорошей форме, вот у него 50 лет. Он в хорошей форме. Уверена, что это подтвердит его коллега по банде легенд, как ее называют сейчас, советский футболист, мастер спорта СССР международного класса, бронзовый призер Олимпиады 80, заслуженный мастер спорта России Сергей Шабло. Он у нас на связи. Приветствую, Елена Алексеевна. Спасибо вам за сына. Ой, спасибо вам за слова такие красивые, добрые. Сергей Дмитриевич, как себя сейчас чувствует легенда Спартака? Как часто у вас матчи проходят? Ну, сейчас поменьше, сегодня есть такой ситуации. А так, в принципе, мы за год где-то, пораньше было до 65 игр мы играли. А Железный Хлестов до сих пор железный? Да, Дима на редкость железный двигается, да. Я уже ему тоже говорю, Дима, ты немножко уменьшишь аппетит, поменьше играй, но он молодец. Сергей Дмитриевич, как считаете, вот матчи с участием легенд, они нужны подрастающему поколению? Конечно нужны, потому что сейчас после игр чемпионата Европы на парке, на футбол, вот что он не наш вид спорта, что это наш вид спорта, просто его надо правильно развивать. И легенды, которые много сделали для российского, советского футбола, которые сейчас еще играют и могут кое-что еще показать молодежи. Должна быть история, молодежь должна знать историю, какие были победы, потому что мы сейчас можем все это нивелировать. Ни побед у нас, ничего не было, у нас все было. И были поколения, которые играли на высшем уровне, когда Советский Союз был, когда нас боялись все, даже на юношеском уровне, на молодежном уровне, мы постоянно выигрывали. И сейчас, к сожалению, другой вопрос. Мы не можем туда зайти даже и что-то показать на юношеском и молодежном. Вот здесь, я думаю, зарыто наше будущее, и здесь надо более серьезно подходить к этому. Спасибо большое. Сергей Дмитриевич Шавло был у нас в программе. Всего доброго. Большой привет папе, маме. Спасибо вам большое. Поздравляю и благодарю. Это программа «Мама знает все». Сейчас небольшой перерыв, потом продолжим. Впереди еще воспоминания о путешествии с сыном в Америку, разговор о футбольной карьере в Турции и опять размышления о роли ПТУ в жизни футболиста. «Мама знает все» на «Авторадио». «Мама знает все» на «Авторадио». Это проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». В студии Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Мы продолжаем. У нас в гостях Галина Алексеевна Хлистова, мама того самого Дмитрия Хлистова, про которого пишут в футбольных энциклопедиях, что он легенда защитных построений «Спартака». Кошмар и гроза всех форвардов. Игрок, который провел за красно-белых 12 сезонов 1989 по 2000 годы и стал семикратным чемпионом страны. Галина Алексеевна, вы знаете, мы в программах с мамами других футболистов редко сталкивались с тем, что у знаменитых игроков помимо футбольной карьеры были еще какие-то мирные специальности и профессии. А вот Дмитрий наладчик автоматических линий, и вот то, что вы у нас по ходу сегодняшнего разговора постоянно, вот это вот было вкрапление о ПТУ, а он закончил, а нам это нужно было. А я настаивала на этом. Я так понимаю, что это действительно было в том числе, и если не ваше решение, то настойчивое желание. Обязательно. И не только мое, и папа принимал участие, что профессия должна быть. А дальше любые команды, открывай себе сам. Итак, наладчик автоматических линий. Это же получается, что назревала династия. У вас же муж... Да, на ЗЛК отработал, и вот туда мы и пошли, чтобы была династия. Ну, такое было время. Получается, ваш сын внес вклад в родной автопром? Да. Но он проводил практику. На практику первые два года вообще, когда еще о Спартаке не слышно было ничего. Это как бы девятый и десятый класс. У них там тоже средний образованный. Он в смене еще был. Да, он тренировался в смене. На практику к отцу ходил. Но мы сейчас поточнее расспросим все у товарища Дмитрия по профессионально-техническому училищу, друга по жизни Дмитрия Сарина. Он у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуй, Дима. Здравствуй. Сколько лет вы уже знакомы, получается? С ПТУ. С 15 лет. Приличное количество времени вы уже знакомы друг с другом. 35 лет, получается, на сегодняшний день. Ну да. А с Хлистовым подружились на почве футбола? Ну, естественно. Фикстеричков в нашем микрорайоне. Ну, там играли в футбол горы на двор и пересекались. И знал Бимпул. Потом мы с ним в ПТУ пересеклись. Вы когда стали вместе учиться, он еще был в смене. Но, понятно, уже весь там по уши в футболе, в любом случае. Во-первых, получилось так. Мы же когда встретились в ПТУ с Димкой в одной группе, ну, в сентябре, я говорю, ох, Димон, ну ты здесь. Вот. И начали. У нас физкультуру преподавал олимпийский чемпион Масленкин. И когда на первом уроке физкультуры он говорит, его умеете играть? Мы с Димкой переглянулись, поражали. Ну, начали играть. Он говорит, да правда умеете. И мне кажется, что наводку на Димку Христова дал Масленкин через «Спартак». Потому что зимой на турнире, когда школа «Спартака» играла со сменой Люблинской в Люблино, туда приехал сам Николай Петрович Старостин и Валентин Иванович Покровский. И вот они конкретно, мне кажется, смотрели на Димку. И на следующий день, когда в понедельник мы пришли, встретились курилки. Причем Димка никогда не курил, он любил сигаретку подержать, так понюхать табачок, постоять с нами, поболтать. Ну, я говорю, ты не кури. Он говорит, не-не-не, я только так понюхаю. Вот. И это самое. Он говорит, слушай, Дим, такая ситуация. У меня вчера вот старостин подошел, сказал, приезжай завтра во вторник на турнировку в Сокольнике. Что делать? Я говорю, у меня аж сигарета упала. Я говорю, как, чего? Два раза в Спартак не зовут. Я говорю, собрался и поехал. Ну, у нас же практика. Я говорю, какая практика? Езжай в Сокольнике, какая практика? И вот он уехал. На следующий день была действительно практика в уроке. И преподаватель Николай Михайлович спрашивает, а где Христов-то? Я говорю, плюс поехал в Спартак. Будет большая звезда российского, советского футбола. Да ладно, я говорю, да я тебе говорю. И когда Димка потом уехал со сборной, то ли со сборной, то ли со Спартаком в Америку, в Америку они на турне уехали, я говорю, Христ уехал в Америку. И директор ходил таким высоко. Представитель нашего училища в Америку за сборную поехал. Пусть сдает текстильщики в США. Да, 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 да. Дима, спасибо тебе за такие слова. Я хочу рассказать. Тюльгаль, ты это не рассказывала? Когда он уехал со Спартаком, они ездили, у Димка уже был почти под основой. И у нас были выпускные. Надо же было сдавать экзамен. А Димка уехал, и я пошел за него экзамен сдавать. Так, так, так. Да, да, сдал экзамен. Дядь Леша тоже смеялся, отец Димкин. Потому что я сам за себя сдал. Я говорю, Христ уехал, надо как-то... И это старший мастер, бабошь-то был такой, каков. Он говорит, ну, я не знаю. Я говорю, полчаса мне дай, я сейчас все решу. Недалеко от нашего ПТУ был птичий рынок, и там был продовольственный магазин, где работал директором мама моего, лучшего друга со второго класса, Андрюшки. Вот. И я к ней прибегаю, говорю, ситуация так и так. У меня, говорит, надо другу две бутыточки коньяка. А это были выпускные у нас 90-е, да, года там, 90-е, да. Сами понимаете, что в стране творилось с дефицитом. Не она из-под полы, два армянских коньяка пятизвездочного. Я его в пакет и бегу туда, в ПТУ. Я говорю, вот Христов играет в футбол, ну, вот просил вам передать презент. И после, да, через полчаса мы покурили, и все вынесли эти, как его, уже корочки. И говорит, Христов передай. Я смотрю, шестой разряд. Звоню дядюшку, я говорю, дядюшку волнуйся, Димка все сдал. Такой разряд, я говорю, шестой. Он говорит, фу, всю жизнь проработал на заводе четвертый, а это с шестым выходят. Вот что коньяк делает правильно. Галина Алексеевна, вы знали эту историю? Нет, конечно. Еще раз говорю, мама. Это все мужики от вас все скрыли? И муж в том числе? Мама ничего не знает. Дмитрий, вы сегодня открыли много для Галины Алексеевны. Дмитрий Сарин, замечательный человек, очень яркий человек с прекрасной памятью, который открыл сегодня для нашей героини, для Галины Алексеевны Христовой, много интересных моментов про ее сына. Спасибо огромное, Дмитрий, всего доброго. Спасибо, Дима. Мама знает все. Какие друзья замечательные. Да. Открытые, говорят так. Тут как говорят, каков человек, такие друзья рядом. Да, вот с кем вы общаетесь, по друзьям даже можно... Понять, да. Понять, что это за человек там. Галина Алексеевна, вот в горовых единоборствах ваш сын до последнего боролся за мяч. Не жалел ни себя, ни соперников. И, увы, не всегда же это бесследно проходило. Вот если взять 96-й год. Германия, перелом ноги. Что тогда произошло? На глазах, в общем, ему прям вот пополам нога. Ну, там отвезли в больницу. Открытый перелом был вообще? Так, наверное, да. Потому что, когда мы уже приехали туда с женой, с девочкой, он в гипсе, на костылях был, и там был вставлен штырь. Этот штырь снимали через полгода, где-то в августе даже, вот в январе. А в августе снимали, вынали его. Это вот он туда летал, вытащили, и ему на память такой вот вставляли. Это он, получается, пропустил целый сезон? И он пропустил целый год, да. Это его научило быть хоть немножко осторожнее? Нет. А вот такие жертвы для футбола в 90-е годы, они были оправданы с материальной точки зрения? Вот не знаю, потому что у нас материально парень женился, все. Вот получал он приличную зарплату, или это было все? Он не говорил, да? Я не спрашивала. Это не мой уже вопрос был. Когда он был неженатый, вместе все там что-то, что-то. А женился, я считаю, что я не имела права как-то еще и спрашивать. Я вообще не спрашиваю, кто сколько получает, кроме мужа своего там, да. А здесь вот так. Если когда-то что-то надо, он помог. В 2000 году Дмитрия позвали в турецкий бешкетаж. Как вот вы восприняли его отъезд? Другая страна, вы уже не так рядом. Ну, во-первых, он поехал со своей семьей. У него уже тогда была семья. И дочь была, пять лет ей было, и жена, и я была спокойна. И вообще, когда он женился, я была спокойна. Отыграли. Он куда? Домой, к семье. А вот Мамедов был такой еще в команде. И мы с папой, с его так знакомы были. Он говорит, вот какие вы счастливые. Ваши сейчас домой. А этот придет в сумку, кинет мне, и пошел. Вот эти кабаки и все прочее, то, что их портило. А я была спокойна. И поэтому, ну, поехал в Турцию, да, переживала. Но там оказалось, что и переводчик очень даже, они, по-моему, до сих пор общаются. Русский парень был. Как-то так. Ну, и Дмитрий сам сказал в одном интервью, потом уже после, что за два года в Стамбуле он заработал больше, чем за всю историю своей работы в России. Или вас это не интересовало особо? Нет, вы знаете, что, конечно, вот те футболисты и сегодняшние футболисты, когда вот, ну, если касаться финансов, да, это небо и земля. Это какие-то миллионы, я не знаю. А они не шоковали. Вот не шоковали, да, они жили лучше нас, допустим, да. Ну, и шоковать, и, конечно, квартиру бы там купить, и, не знаю. Без шокташи, да, заработали деньги, еще квартиру они свою такую уже купили. На пике карьеры в «Спартаке» Дмитрию Христову поступали разные предложения от европейских команд. Ну, извините, российский футболист, который там не боялся держать самого зубастика, Роналда, конечно, он привлекал внимание. Но, впрочем, об этом мы поговорим чуть подробнее. У нас должен появиться в программе очень крутой специалист по данному вопросу. А сейчас ненадолго прервемся. Мама знает все. На Авторадио. Мама знает все. Вы слушаете программу, подготовленную по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. В центре нашего внимания сегодня футболист, про которого в свое время газета «Советский спорт» написала следующее. Христов объединил в своем лице две эпохи отечественного футбола. Его ноги хранят на себе шрамы как союзных, так и российских баталий. Ну, действительно, он был на сломе практически истории страны. Начинал еще в Советском Союзе, продолжил в России. Итак, спартаковец и игрок национальной сборной Дмитрий Христов. Мы сегодня имеем честь разговаривать с его замечательной мамой Галиной Алексеевной. Галина Алексеевна, Дмитрий как-то говорил, что никакого музея с его трофеем у него дома нет, ему это все не надо. Но трофеев было ведь очень много, на зависть другим игрокам. А вот, однако, майка олимпийской сборной с гербом Советского Союза вроде бы он сохранил. Есть такая? Может быть, и есть, но дома у него действительно ничего в футболе нет. И майки какое-то время я собирала-собирала, попозже я ему все это передала. Говорю, ну, сынок, ну что ж они у меня лежат, пусть лежат у тебя. Может быть, они у него где-то на даче, может быть, они дома где-то на антресолях хранятся. А где находится Орден Дружбы? У Димы. В 2000 году Дмитрий Хлестов был награжден им Орденом Дружбы по указу президента России. Как это было, помните? Я помню, только была дома, а он на даче. Звонит с дачи. Ты купила сегодня советский спорт? Нет, не успела. А что там сегодня написали? Немножечко так напряглась. А здесь вот указ. Он мне прочитал о награждении. Ловчево, по-моему, у Хлестова и Хаджи Орденом Дружбы. Я только попросила еще раз прочти, что и Хлестова Орденом Дружбы, да. Больше я ничего не могла сказать, я просто плакала. И все. Да-да-да, все нормально. За что Дмитрий Хлестов получил Орден Дружбы? Вот за такой характер. Стоит ли Зубастик перед ним? Перед ним стоял просто футболист. Не пасовал. За свой характер такой вот он. За самоотверженность, за любовь к футболу, к спорту вообще. Сейчас мы услышим очень авторитетное мнение по этому поводу. У нас в программе советский футболист, советский российский тренер, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РСФСР. Самый титулованный тренер московского спортака, легендарный Олег Иванович Романцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Иванович. Очень рада вас слышать. Здравствуйте. Взаимно, взаимно. Вы счастливая мама, могу сразу сказать вам. Спасибо. И очень можно сказать. У вас педагогическое какое-то образование есть? У меня строительное образование, штукатурмаляр. Да, однако вы отличный педагог, потому что я очень много общался с вашим сыном. Он хорошо воспитан, очень хорошо воспитан. Спасибо большое. Спасибо. Олег Иванович, вот вы столько комплиментов давали Дмитрию в начале его игровой карьеры. Я только пока рассказал не комплименты, я пока рассказал то, что было на самом деле. Комплименты я могу дальше говорить. Это единственный, наверное, человек, который ни разу я не пожалел то, что с ним общался, то, что с ним происходило. Дело все в том, что когда человек талантлив, всегда говорят, он очень сложный. Это правильно говорят. Чем более талантлив человек, тем более у него сложный характер. Вот Дмитрий один из тысяч, наверное, людей, которые обладают большим талантом футбольным. Очень несложный, а очень порядочный, добрый, хороший человек, общительный. И в коллективе, да, по-моему, в любом коллективе он воспринимался как свой парень. Олег Иванович, вот вы создали и развили легендарный «Спартак» в 90-х. Какую роль в нем играл Дмитрий? Знаете, одну из ключевых ролей. Он, наверное, один из немногих, а иногда в некоторых составах был единственный человек, для которого соперник не был авторитетом. Многие футболисты очень стеснялись, боялись, ну, будем говорить, просто по футбольному поджилке тряслись. Ему все равно было, против кого играть. Марадона против него или еще кто-то из великих футболистов. Он не пасовал перед именами, да, абсолютно? Не вообще. А когда я спрашиваю, как же, Дима, ты выходишь так же, как будто против деревенской команды, нисколько у тебя никакой нет дрожи. Он говорит, а я даже стараюсь не думать, с кем я играю. Я выполняю свои задачи, свои обязанности и все. Могу сказать еще про Диму, значимость его в моей команде. Ну, я в моей говорю, потому что тогда я работал там. Мы частенько в начале сезона, димой, ездили на немецкие турниры мини-футбольные. Туда любили приезжать в Баварии, Боруссия, Дортмунд, Мюнхенгладбах. Ну, такие великие немецкие клубы из других стран. Там из Парижа приезжали, там, из Ланск, ну, неважно. И однажды вот в этом турнире Дима не уступил. Пошел в такой серьезный стык прямо на глазах у нас, треск, ногу сломал. И команда больше на эти турниры перестала ездить, потому что психологическая травма для всех нас. То есть значимость Димы Хрисова для нашей команды была такая, что мы даже отказались от этих коммерческих турниров после того, как он получил травму на нем. Олег Иванович, спасибо вам за сына. За футболиста. Это, наверное, я должен вам сказать. За футболиста. Нет, сын футболиста. Он за футболиста, может быть, да. Спасибо вам большое. Олег Иванович Романцев был у нас в программе. Спасибо вам огромное. До новых встреч в эфире. Удачи в вашей программе. Всего доброго. Мама знает все. Был у вас момент, когда вы что-то вспомнили из детства, что, может быть, с ним были излишне строги. Да, да. Конечно, и лупила иногда. Ищешь, ищешь его, нет, туда выйдешь. До каких же пор это все будет? И тут уже все это вот так, где шлепок, где как, где чего. А вы ему признавались, что вам за эти моменты... Нет, я ему, знаете, что сказала? Когда орден ему вручили, конечно, все, я отплакала, отрыдала. Потом мы встретились. Я говорю, сынок, ты прости меня, пожалуйста, что я тебя так лупила. А он мне говорит, да нет, что быть, прости. Если бы не лупила, неизвестно, кем бы я вырос. Вот, знаете, тут я опять расплакала. Что ж за слова такие умные, а? Что ж у меня-то нет такого ума? Я не выбирала футбол, вообще никто не выбирает. Оно само как-то пошло. Естественно, родители подталкивали к этому, как любого ребенка подталкивают к чему-либо. Не то, что я бы сильно хотела стать футболистом, тем более знаменитым в этом виде спорта. Просто все как-то само собой пошло. Да. А подталкивали, что надо заниматься просто было чем-то. Ну, куда угодно. Спасибо вам, Галина Алексеевна, за то, что подталкивали. Спасибо огромное, потому что это дало возможность стране иметь такого футболиста, а нам иметь такую программу и такого героя. И спасибо огромное за участие в нашей программе. Галина Алексеевна Клистова. На сегодня у нас все. Переслушать все программы, и эту в том числе, можно на всех подкаст-платформах. Просто забивайте, мама знает все, и слушайте в любое удобное для вас время. Прощаемся до следующей недели. С вами были Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Спасибо еще раз. Всего доброго. Девочки, все вам доброго. Спасибо вам большое. Самые близкие и важные в жизни люди – мамы – помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. Мама знает все.